Шахтерский труд Моя семья живет в шахтерском городе Красный Луч. Почти в каждой семье нашего города есть шахтеры. У меня шахтерами были два дедушки и бабушка. Мой дедушка Чапала Михаил Акимович приехал в Красный Луч из Николаевской области. После армии устроился работать на шахту Известия горным мастером. Моя бабушка Чапала Анна Степановна приехала из Тамбовской области и тоже устроилась на шахту имени Известия Лебедчиком. Мой дедушка по линии мамы Аганесян Эрнес Маркасович приехал из Армении и устроился работать на шахту имени Известия проходчиком очистного забоя. Был травмирован, но вскоре вернулся в ряды шахтеров. Потом перешел на шахту Мюсинская, проработав там около 25 лет. Профессия шахтера мужественная, очень тяжелая и опасная. Шахтеров в клетях опускают глубоко под землю в забой. Там развозят вагончиками к своим рабочим местам и начинается добыча угля. На поверхность уголь передается с помощью специальных транспортных средств, конвейеров. Дедушек я не видел, а бабушке сейчас 90 лет. Вот что она рассказывает о своей работе. Приехал я с Тамбова в Красный Луч. Устроилась я на шахту Известию. Проработал я ну года два. Потом нас послали на лебедки учиться. Учились мы 6 месяцев. Выучили нас и мы пошли на лебедки. На лебедке что я делала? Стоял барабан большой. Опускали, давали сигналы. Опускать мне надо сигнал дали 3. Я опускала на низ порожняк. На низ опустила. Дают мне сигнал 2. Я тяну груз на себе к лебедке. На разминовку. Опустила я на разминовку. Забрали мой груз. Подали мне порожняк. Я порожняк. Дают мне сигналы. Я порожняк опускаю обратно на низ. Вот. Опустила на низ. Дают мне сигнал. Так же 3. Я поднимаю вверх. И на разминовку опускаю. А после вот так я целую смену работала. Я проработала 10 лет. И ушла в декрет и больше я не попала. Все. Выводили женщин с шахты в 60-м году. Я горжусь, что в моей семье были и есть шахтеры. Благодарим всех шахтеров за их тяжелый труд.